Поехали! Привет, с вами Хоккейстик! Сегодня день моего мастер-класса в Санкт-Петербурге. Посмотри, как это прошло! Приятного просмотра! Поехали! Хоккеисты, всем привет! Спасибо, что приехали! Сейчас я вам покажу два-три упражнения. Мы сегодня с вами займемся ребрами. Достаточно сложно, но очень важная вещь, которую должен понять и изучить каждый хоккеист. Вы начинаете с правой ноги вираж, там, соответственно, выполняете вираж на левой ноге. Что самое важное в этом элементе, чтобы конек у вас стал на ребро, запоминайте, наклон идет от таза, то есть ни в коем случае нельзя конек ломать. Либо так, если я хочу на внешнее ребро поставить, либо в другую сторону, если я хочу его поставить на внутреннее ребро. Наклон идет от таза. А как этот таз наклонить? Включаем звено плечи. То есть наклон в сторону и в динамике, естественно, это уже у вас конек станет на ребро. Правая нога, здесь левая нога, правая нога, левая нога и так далее. Ошибки вам следует избегать. Это работа верхней руки, правильная работа верхней руки. То есть, рука не должна у вас утыкаться в карман. Опять же, неважно, куда я поворачиваю, там, влево либо вправо, рука всегда у вас впереди, чтобы она, опять же, могла работать в плоскости влево и вправо. Сейчас все то же самое, но только мы уже с вами выполняем вираж на той ноге, которая у вас будет ближе к стойке. Могу сказать точно, что программа в этом сезоне, как минимум в два, раза сложнее, чем в прошлом. Все-таки ребра, работа той руки, которую держишь плюс сверху, без перекладывания, это достаточно сложные элементы. И я бы хотел, чтобы ребята вынесли с этого мастер-класса этот материал и уже, естественно, дома самостоятельно продолжали над этим работать и становиться сильнее. Поехали! Свитера у нас бомба! Отдельное спасибо Мэтт Гаю! Кстати, если ты хочешь выиграть такой свитер, правила конкурса очень простые. Подпишись на мой канал, инстаграм, профиль Мэтт Гай Принт, вся подскажечка внизу. И мы разыграем один взрослый, один детский. Также не забудь в комментарии написать свой никнейм в инстаграме, чтобы мы проверили условия конкурса. Главное, что вам надо знать, что бы вы не делали на льду, как бы вы не захотели обыграть игрока-противника, какой бы у вас там в голове план не нарисовался, вы в любом случае должны его качнуть. И, как правило, это вы выполняете за счет переката. То есть вы должны показать, что вы уходите в одну сторону, естественно, сесть на ногу, а сами уходите резко в другую. Опять же, сейчас мы с вами говорим про движение, про элемент, когда вы шайбу убираете под себя, но в игре это могут быть различные движения, различные моменты под клюшку, может быть, даже там в коньки прокинуть, но ваша задача его заставить дернуться. Мы с вами делимся на две группы. У каждого из вас шайба. Ваша задача от лицевой линии через все поле попасть в маленькие ворота. Если ты не попал, то ты встаешь вот туда, вот к скамейке запасных. Если ты попал, мы это увидим. Ну, всякое бывает. В том году не увидели одного. В том году одного не увидели, поэтому вы ставите по левую руку от меня, около правого бортика. Соответственно, попадаешь, получаешь клюшку от заряда. Сколько раз попадет, точнее, сколько человек попадет, столько клюшек и будет. Что, давайте, всем удачи. Делимся на две половинки. Делимся на две половинки. Делимся на две половинки. И попыток для того, чтобы получить клюшку у вас тоже было достаточно много. Поэтому я поздравляю победителей подвести черту под всем этим мероприятием. Понимаю, что за одну тренировку я вас чему-то там сверхбезумному не научу. Но я очень надеюсь, что вы основные моменты фундаментальные, которые я хотел до вас донести. Вариаций всегда полно. Но сегодня мы именно говорили о фундаментальных вещах. Именно основа маневренного катания – это ребра. Основа работы, в принципе, с шайбой. Это работа той руки, которая у вас держит клюшку сверху. Поэтому модифицировать в дальнейшем и трансформировать упражнения можете по-разному. Ну и вторая часть мастер-класса – это самое интересное. Без обиды, любители – это дети. Работа с детьми – она прекрасна. Посмотрим, что они умеют. Надеюсь, сегодня они что-то чуть-чуть подчеркнут для себя. Как дела? Хорошо. Это хорошо. Готовы тренироваться? Да. Сейчас проверим. Смотри, все, разбежались. Смотри, все, разбежались. В этом году детишки так же хороши, как и в прошлом. Упражнений не так много. Также детишки достаточно уже умелые. Мы поделали виражи на внешнем ребре, на внутреннем ребре. А сейчас работа шайбы. Тоже всего два упражнения. Это обыгрыши, это вираж. В общем, я хочу посмотреть, как они творят. И они творят. Давай, молодцы, ребят. Если у вас что-то не получается, если у вас не получилось забить гол, не получилось отдать передачу, не получилось в этот раз, например, выиграть матч, это значит, что вы ни в коем случае не должны расстраиваться, а стиснуть зубки и поработать еще. И в следующий раз обязательно выиграли. Меня все услышали? Да. И поверьте, через тогда 7-10 лет я вас всех увижу в КХЛ. Проверим, кто из вас самый меткий. Ваша задача будет от красной линии попасть в маленькие ворота. В маленькие? В маленькие ворота. Вон, видите маленькие ворота? Я вас поздравляю, все вы получили клюшки. Это ясно? Но помните, о чем мы с вами говорили. Если сегодня у кого-то не удалось попасть, не расстраивайтесь ни в коем случае. В следующий раз, в следующий раз, когда мы с вами встретимся, у вас это обязательно получится. Оно так и работает. Сейчас мы с вами поиграем в хоккей. Посмотрим, на что вы способны. Так, около бортика. Мне кажется, сейчас меня тут вынесут, если я порежу в гуще событий. Заключительная смена. Я две отдал, по-моему, две отдал, да. Видно, что у вас есть огромное желание, огромное старание. И каждый день вы работаете. Помните, о чем мы сегодня с вами говорили? Какие условия, если вы хотите действительно вырасти профессиональным хоккейстом, который играет в ХХЛ или НХЛ? Это рабочая схема. Поверьте, я знаю. И ни в коем случае, если у вас что-то не получилось, ни в коем случае не надо вешать нос, опускать руки, и думать, что чего-то у вас не выйдет. Все выйдет. Самое главное, только приложить немного старания. На этом все. Я надеюсь, мне удалось хоть чуть-чуть погрузить вас в эту атмосферу. Атмосфера была действительно классной. Я надеюсь, мы зарядили и детей, и хоккеистов-любителей положительными эмоциями и настроили на хорошую работу. Ну а в следующий раз мы увидимся уже в Москве. Спасибо ледовой арене Купчино. Все клюшки-заряд. Хауэс Хоккей Россия. Мэтт Гай. Мерседес. Автодом. Пулково. Мерседес. 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 Продолжение следует...